Привет, друзья! В семье, где есть дети, процесс, который связан со стиркой, уборкой, глажкой, занимает тоже очень много времени, особенно если дети маленькие. И я хочу показать, как это организовано у меня. И это, наверное, больше про организацию пространства, именно вот этого процесса. Постирать, погладить, высушить. Смотрите. Мы сейчас находимся в той части квартиры, которая называется хозяйственная часть, хозблок. Я вам покажу несколько помещений тут, небольших. Вот это у нас прачечная или постирочная. Иногда так называем, иногда так. Ну, центральная машинка, конечно, это стиральная машинка. На нее идет самая большая нагрузка. Сейчас она не работает, но обычно у нас минимум один раз в день загрузка. Но когда плохая погода, и дети, конечно, она и два раза работает сразу. Как только постирали, сразу в сушильную машину, вот она сейчас как раз работает. Наверное, вы слышите, когда она шумит. Это очень удобно, потому что из сушильной машины вещи достаются уже сухими. Вот реально их можно либо в шкаф сразу раскладывать, либо второй вариант, если нужно погладить. Вот у нас в этой части такая гладильная маленькая комнатка. Видите? Гладильная доска у меня самая легкая, которую я могла найти. Потому что у меня старшие дочки тоже гладят свои вещи. Поэтому они, наверное, не должны быть тяжелой. И поэтому у нас два утюга. Один детский маленький утюжок, чтобы им было легко гладить. Ну и взрослый. Детские они что гладят? Ну, летом не гладят. Летом футболки, джинсы, шорты в основном. Вот в учебный период они гладят свои платья, рубашечки, чтобы быть аккуратными в школе. Вот это такая часть. Здесь же постирочная есть сауна. Но это отдельная история. К этой отдельной истории еще прилагается душ. Это я когда-нибудь отдельно расскажу. Для чего и как используем. И грязные вещи, которые приносят и дети. И мы складываем сюда, в бачок для грязного белья. Ну и потом весь цикл. Здесь у меня, здесь же располагается вот такая подсказка. Потому что непонятно, что, когда, что стирать. Вот ярлычки, чтобы не держать это в памяти. Вот эта шпаргалка. И инструкции для пользования как стиральной машинки, так и сушильной. Потому что, посмотрите. Это вообще все не по-русски. А так как мой немецкий ограничивается Гитлер Капут. Соответственно, вот и здесь тоже самое. Мягко говоря, недружелюбный интерфейс для русскоговорящего человека. Поэтому я все время беру эти шпаргалки и смотрю здесь по табличкам. Что, как, с чем стирать и на что нажимать. Чтобы во всем этом разобраться, если я забываю. А, стиральные порошки. Здесь стоят только части. Да, то есть для белого белья отдельно. Для цветного белья отдельно. Ну и кондиционер. Не сочтите ТНР Каму. И часть. Потому что основной запас у нас всех хозяйственных вещей хранится в другом месте. Здесь вот самый минимум, чтобы было легче всего пользоваться. Сейчас покажу, где хранится основной запас. Тут у нас есть вот отдельная такая маленькая каморочка. Сейчас я вам покажу. Вот она примерно так выглядит. Это швабры, метелки. И вот тут вот стиральные порошки стоят. Это не стиральный порошок, это для кота. Наполнитель для туалета. И различные приспособления, которые помогают стирать, убирать, чистить, мыть. Вот это все перенесено вот в эту хозяйственную часть. Вообще-то это первое видео, которое я снимаю. Наверное, не про кухню, не про еду. А про то, как у меня организован процесс другой. Какая-то хозяйственная часть, которая у меня дома. В общем, я не знаю, интересно вам или нет. Если интересно, ну, вы дайте знать. А если не интересно, тоже дайте знать.